Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из цикла об истории средних веков, завершающий выпуск третьего сезона, в котором мы говорили об истории Британии, до Нормандской Англии, Англии в Высоком Средневековье, Уэллис немножко поговорили, Шотландии и теперь завершаем блог об истории Ирландии. В этом выпуске говорим об Ирландской церкви и подводим такой небольшой итог этому сезону. Я напоминаю, что у меня есть страничка на сайте Patreon, patreon.com, касая V-A-L подчеркивание K-H-O-K-H-L-P-O-V. Присоединяйтесь к моему сообществу, подписывайтесь на ежемесячную поддержку, если можете себе это позволить. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Валхохлов. Источником информации для меня в основном является книжка Элли Стопфорд Грин, как и в предыдущих выпусках. Ну и когда мы говорим о ранней средневековой Ирландии, нельзя не упомянуть о таком интересном феномене, как Ирландская церковь. Элли Стопфорд Грин – это наиболее отличающаяся от римской католической из всех западных христианских организаций. И довольно много их книжки Грин посвящено раннесредневековым святым. Это важно для Ирландии, конечно же, довольно религиозная страна. Мы тем более затрагивали немножко Ирландскую церковь, когда говорили об англосаксонской Англии. Но вот сейчас расскроем эту тему подробнее. Когда речь заходит об Ирландской церкви, то первая ассоциация, конечно, является Святой Патрой. По традиции это отец-основатель Ирландской церкви, главный ирландский святой, разумеется, покровитель Ирландии. Но на самом деле христианство пришло в Ирландию, по всей видимости, еще до Патрика, если верить легендам об участии королей Ирландии в войнах на континенте в последнее столетие Римской империи. То в то время контакты острова были более обширными, более активными, нежели в последующее столетие. Кроме того, христианство распространилось в соседней Британии, контакты которой с Ирландией никогда не прерывались. А Британия тогда еще была римской. Поэтому логично предположить, что какие-то христиане были в Ирландии еще до Святого Патрика. И есть свидетельства о том, что незадолго до него, в 431 году, папа Целестин назначил некоего палладия епископом всех скоттов, которые исповедуют христианство. Этот палладий высадился в Южном Лайне. Там был создан так называемый дом римлян, Текно-Роман. Это в районе современного Тигранной. Есть также какое-то гельское название Долнах Айрте. Тоже вот какого-то такого христианского заведения, основанного палладием. Но палладий не преуспел в своей миссии. Вскоре он покинул Ирландию. Далее он был более успешен в христианизации нынешней Шотландии. А вот дело распространения веры в Ирландии взял на себя святой Патрик. Он был современником, в общем-то, палладия. Рожден Патрик был в Британии, на берегах, как пишут, западного моря. Ну, видимо, Ирландского моря. Ну, в любом случае, на западном побережье Британии. Он происходил из знатной романизированной семьи. Значит, католическая энциклопедия приводит в качестве места его рождения Килл Патрик возле Дамбертона. Это Шотландия. А вот Грин пишет о деревушке Бановем-Таберния. Неизвестно где там. Но около 405 года молодой Патрик попал в рабство к Геллам, которые совершали набеги на побережье Британии. Ну и, по всей видимости, он тогда должен был родиться в конце 4 века. Но, правда, есть такая теория, которая основывается на датировке смерти Патрика 492 или 493 годом. Тогда он должен был бы рожден быть позднее. Ну, если, конечно, не верить легендам, что он умер в возрасте 120 лет, к чему у меня есть очень большие сомнения. Но, в любом случае, вот эти все расхождения в датах, они сбивают датировку жизни святого Патрика. Поэтому полагаться на конкретные даты мы не будем. Это, в любом случае, вот его события, его жизни, это пятый день. Значит, считается, что после пленения юноша 6 лет провел в плену, в рабстве, вернее, в Улэде на северо-востоке Ирландии. После чего он услышал голос ангела, что вскоре будет освобожден и вернется домой. Патрик бежит, попадает на корабль, который там везет собак на продажу в Британию из Ирландии. Там корабль куда-то попадает неизвестно куда, там приключения, опять недолгое рабство. Через два месяца Патрик опять бежит и, наконец, добирается в Британию до своей родни. Казалось бы, все, жизнь опять спокойная, но у него начинаются такие во сне голоса, образы Ирландии, что ирландцы его призывают, какие-то письма он вот видит во сне, что вот ирландцы ему пишут письма с призывом вернуться и обратить их в истинную веру. Ну, чтобы подготовиться к этой миссии, Патрик начинает изучать христианские догматы, каноническое право. Также он подтягивает латынь, которую он за время рабства подзабыл. После обучения в Британии он отправляется на континент. Это еще Римская империя, последние ее десятилетия. Ну, вот известно, что, по крайней мере, он учился в Аксере у святого Германа. И где-то в 432 году Герман рукоположил Палладия в епископы и рекомендовал папе отправить его в Ирландию, на смену Палладию. Я прошу прощения, рукоположил Патрика, конечно же, значит, Герман. И вот, согласно книге Грин, Патрик вначале высадился на территории Ирландии в Лайне, ну, примерно там же, где до него высадился Палладий. Эта попытка Патрика тоже оказалась неудачной. Возможно, причиной были сложные отношения Лайна и Тары. По всей видимости, в Таре уже тогда правил Ниел 9 заложников. И вот то, что король Лайна с ним конфликтовал, не способствовало попыткам христианизировать эту область Ирландии. Тогда Патрик плывет на север, вдоль восточного побережья Ирландии. В итоге он нашел более гостеприимного правителя в Уладе, в районе нынешнего Стрэнкфорда в Северной Ирландии. Это немного к югу от Белфаста. Значит, в тех местах правил некий Диху или Дику. Вероятно, это был король Туаты. То есть, такой мелкий правитель. Ну, Патрик расположил его к себе, вскоре обратил к христианству. И этот вот Диху предоставил Патрику загон для овец. На месте которого была построена первая церковь. Ее еще называют Саул. Это в местечке Ликайл, недалеко от нынешнего городка Даун-Патрик. Где впоследствии святой, в общем-то, и будет похоронен. Значит, в принципе, этот район Ирландии стал ключевым для святого Патрика. Это его первый миссионерский успех. Это и место его погребения в Даун-Патрике. А недалеко к западу от этого городка находится Арма. Это уже такой город более значительный. Это епископская кафедра Патрика. И в будущем кафедра архиепископа Ирландии. Главная кафедра Ирландии. Значит, в первой половине пятого века Ирландия была, пожалуй, единственной европейской страной, где сохранились силу древние кельтские. Обычаи друидизма. Друиды имели большое влияние. Они, конечно, крайне негативно отнеслись к миссии Патрика, конкурент. Значит, в Таре в ту пору правил уже сын Ниела, девяти заложников, Лоэ Гайра. Значит, в канун Пасхи друиды убедили верховного короля в том, что нужно запретить зажигать все огни до того, как зажжется огонь в дворце самого короля. И они дали пророчество, что если какой-то огонь не будет потушен, то этот огонь вообще никогда не будет потушен и будет гореть в Ирландии вечно. А Патрик в ту пору пришел к Таре, расположился там лагерем недалеко от города и развел пасхальный огонь, потому что канун Пасхи. Вот по его агеографии и друиды, и воины короля пытались погасить огонь, не смогли. И на следующий день в Пасху Патрик облачился в епископское облачение, пришел в Тару. Друиды пытались его остановить, воспрепятствовать, там всякие магические ритуалы. Все было тщетно. Значит, то, что Патрик преодолел сопротивление, произвело впечатление на двор короля. Ну, конечно, не на всех. Там единицы сначала обратились и поддержали Патрика. Но постепенно все больше и больше аристократии стало переходить на сторону Патрика, стало обращаться в христианскую веру, хотя сам король Лоя Гайра так и не стал христианином. Но, тем не менее, он далее не препятствовал деятельности святого. Патрик расширял свою миссионерскую деятельность и не только среди аристократии, но и среди простых людей у него было довольно много сторонников из-за его такой строгости, скромности, ну, достаточно такой честной жизни. Значит, распространение христианства в Ирландии приводит к увеличению числа, ну, можно так сказать, диоцезов, то есть элементов церковной организации. То ли сам Герман прислал из Аксеров помощь Патрику от своих людей, то ли это были люди, которые еще остались с миссией Палладия. Ну, мы видим, по крайней мере, трех галоримлян. А может быть, кто-то из них был ирландцем, но получившим обучение у того же святого Германа. Ну, и вот эти вот три человека, о которых мы знаем, они возглавили епископские кафедры в середине пятого века. Это Секундин или Сехнал. Он стал епископом в Домнал Сехнайл вблизи Тары. Ныне это Дуншаулин. И вот этот диоцез покрывал Миде. Ну, диоцез условно, ну, такая церковная территория. Вторым был Ауксилий. То ли это был брат Секундина, то ли это был племянник Патрика. Ну, тут версии есть разные. Может, это вообще там не связанный с ними человек. Ну, может, это просто соученик Патрика в Оксере. Так вот, этот Ауксилий возглавил диоцез с центром в Киллаше. Это Северный Лайн. Недалеко от нынешнего городка Нейс. И третий это Изернин. Он стал епископом в Агхейде. В Южном Лайне. И, ну, все эти люди сейчас почитаются как цветы. И вы видите территорию. Да, это вот восточное побережье Ирландии. От там Армы на севере до Южного Лайна. Но Патрик проповедовал и в других частях Ирландии. То есть, вот при его жизни христианство широко распространилось на острове. Традиция приписывает ему обращение в христианскую веру Энгуса, сына короля Мунстера. Это вот тот представитель дома Эогонахта, о котором мы говорили ранее. Есть легенда о том, что Патрик посещал двор королей Коннахта. О том, что он был деятельностью в Айргиале. И даже на самом таком севере Ирландии в Айлхе. Ну, я не могу судить о достоверности этих легенд. Практически не вызывает сомнений, что действительно, да, Патрик оказал основополагающую роль на христианизацию Ирландии. И вот его огромное влияние по всей территории острова, оно неоспоримо. Умер он 17 марта в том самом месте, где была построена церковь в Сауле. Поблизости Даун Патрика, похороненный в Даун Патрике. А вот год его смерти, то ли это 461 или 462, это вот такая ранняя датировка и скорее всего более истинная. Ну, по другим источникам это 492 или 493 год. И тогда просто все события нужно сдвигать на более поздний период. Как мы говорили ранее, одной из отличительных особенностей Ирландской церкви является то, что ее центром были монастыри, а не городские общины. Ну, города для Ирландии вообще были не характерны того времени. Первый же монастырь в Ирландии был основан около 484 года святым Эндой в Киллани на острове Аран. Это самый запад Ирландии, это вот на севере королевства Мунста, причем вот в Атлантическом океане уже на острове. Этот же монастырь связан со святым Брэндоном Мореплавателем и его современником святым Колумбой, о котором мы поговорим позднее. А вот Брэндон Мореплаватель, он прославился своими морскими путешествиями. В частности, в начале 6 века отправился на поиски код легендарного острова Блаженных, где-то в Атлантическом океане. Существует легенда, что он доплывал аж до Северной Америки, а может быть до берегов Ирландии. Ну, достоверных подтверждений этому нет. А вот то, что он много плавал, действительно факт между Ирландией и Британией. Он посещал Шотландию, Уэльс, остров Айона. Сам основал ряд монастырей на островах вообще вот вокруг Ирландии. А в самой Ирландии в первой половине шестого века также активно строятся монастыри в долинах рек Лифи и Шеннон. И в отличие от островных монастырей, эти общины располагались вдоль оживленных путей сообщения. В них устраивались гостевые дома, там постоянно были какие-то прохожие, торговцы, посланцы, воины, пилигримы. То есть, это были такие вот монастырские городки. И, возможно, в этом и заключается причина ключевого отличия роли монастырей в ирландской и в римской церквях. Строгость монашеской жизни в Ирландии вполне соответствовала той, что была на континенте. Изначально вот в бенедиктинских монастырях. Да, там было регламентированное питание, постные дни, распорядок, труд, молитвы и так далее. Эти практики в ирландской, кстати говоря, церкви, в ее монашестве, сохранялись в таком первозданном виде гораздо дольше, чем в римской церкви. То есть, это до 10-11 века, это все было, ну, соблюдалось достаточно хорошо. Но, тем не менее, для некоторых особо ревностных монахов, такое существование недалеко от мира, включенность, вовлеченность в мирскую жизнь, она казалась, ну, недостаточно такой, оторванная от мира. И вот эти вот ревностные монахи, они уходили в более уединенные места, они становились отшельниками. Когда мы говорим о 6 веке в Ирландии, то самым таким главным церковным деятелем стал святой Колумба. Или, как его там называют, Колумб Килле. Ну, Колумба это официальное имя, но я буду говорить Колумб Килле и Грин в своей книге так его называют. И его не нужно путать со святым Колумбаном. Так вот, Грин пишет, что при рождении мальчика звали Кримтан, что значит лис. Но в детстве он решил изменить имя, и тогда популярным было слово Колумб, что значит голубь по латыни. И вот он назывался Колумб Килле, что значит вот голубь из Килле. Родился он в Гартоне в 521 году. Это земли северных Иньел. Считается, что он сам принадлежал к этому королевскому роду и был правнуком Ела девяти заложников. Праправнуком, точнее. Колумб Килле получил хорошее образование. Сначала у местного священника, потом он учился в нескольких школах в разных районах Ирландии. Причем учился и у представителей старой веры. Ну, то есть у друидов, у поэтов. Поэтов. Значит, потом он возвращается в родные места. Там правит его кузен, король Аэт, местный король. Потом он станет верховным королем, но пока он там правит только в том регионе. Аэт дарует Колумб Килле землю в Дерии. И Колумб Килле строит там церковь. А затем это вырастает в монастырскую общину. И в Дерии Колумб Килле становится аббатом. Это около 541 года. Где-то к 551 году Колумб Килле уже основывает второй монастырь в землях Южных Иньел. А тогда верховным королем был Диармайт. Как раз из этой ветви рода Южных Иньел. Отношения между ним и аббатом были натянуты. Скажем так, несколько раз они вступали в конфликты по разным поводам. И, впрочем, для Колумб Килле это прошло без особых последствий. Но дальше ему пришлось покинуть Ирландию. Он отправился в Шотландию через остров Айона. В некоторых источниках употребляется термин «изгнание». Но вряд ли. Вот Грин все-таки склоняется к тому, что изгнанием или таким вынужденным отъездом из-за конфликта с верховным королем это таки не было. Видимо, Колумб Килле пригласил в Шотландию король Дел-Риэде. А Дел-Риэде это королевство, которое тогда располагалось и на северо-востоке Ирландии, и на островах в Ирландском море, и на юго-западе нынешней Шотландии. И вот король Дел-Риэде пригласил Колумб Килле посетить его эти владения в Британии. И он поэтому туда отъехал. Более того, этот король подарил ему остров Айона. Значит, по деятельности Колумб Килле в Шотландии мы знаем, что он встречался где-то в 563 году со знаменитым королем Пиктов Бруде I и по легенде обратил того в христианство. Значит, далее Колумб Килле основывает на острове Айона, который ему подарил король Дел-Риэде, монастырь. И этот монастырь стал главным центром Ирландской церкви на последующие столетия. Но дело в том, что Айона лежала на перекрестке путей. Это такой основной путь между северной Ирландией и югом Шотландии, севером нынешней Англии. Довольно активно там тогда существовало сообщение. Там недалеко были и королевства, и земли Пиктов, и королевства Бритов, Стратклайт. Это был такой местный хаб в море, в Ирландском море. Колумб Килле поселился в этом монастыре и управлял оттуда своей, можно сказать, духовной империей. Потому что под его большим влиянием были другие монастыри, как вот те, которые он основывал в Ирландии, в Дерии и так далее. Так и монастыри в землях Пиктов и Бритов. И он стал таким вот духовным лидером большой области, которая включала в себя практически всю Ирландию. Север Англии, юг Шотландии. То есть вот земли, лежавшие на обеих больших островах. Значит, и влияние его можно объяснить рядом причин. Во-первых, вот собственно то, что он основывал монастырские общины и оставался их таким вот духовным лидером. Хотя и не жил в этих общинах. Значит, это были монастыри в Ирландии, в Шотландии, в Стратклайде. Далее, это его родственные связи с правителями различных королевств. Особенно этот фактор усилился, когда вот его кузен Айет стал верховным королем Ирландии. Значит, а в-третьих, это его личные данные, его характер, его мудрость, сила воли. Вот он был таким видимо человеком, к которому прислушивались, который там мог рассудить, который мог там даже прибудить к каким-то действиям. Его часто призывали посредником в различных спорах. В частности, он посредничал как раз в конфликте короля Дел-Виады Аэдана и верховного короля Ирландии Аэда. Но для нас крайне важным является другое. То, что имело последствия на многие века. Это позиция Колумб-Килле в вопросах друидов и поэтов. Мы говорили в предыдущем выпуске о том, что умения или способности и поэтов, и друидов, они ценились в дохристианской Ирландии и были своего рода альтернативными социальными лифтами. Человек мог быть не королевского рода, не богатым, но если он был или там хорошим ремесленником, или поэтом, или врачом, или там друидом, он мог подниматься до уровней по социальной лестнице, сравнимых с королями. Значит, святой Патрик был противником друидов, то есть он как бы такой классический христианин. А вот у Колумб-Килле было по этому поводу совсем другое мнение. Он получил образование у друидов и поэтов. Он понимал важность сохранения вот этой исторической традиции Ирландии, которая больше нигде не существовала. Это уникальная страна, да, Европа, где этот кельтский элемент сохранился в неприкосновенности. И вот то влияние, которое в Ирландии Колумб-Килле имел, а оно было, наверное, решающим, более даже важным, чем влияние Верховного Короля. Вот это влияние Колумб-Килле использовал на то, чтобы не допустить преследования друидов и так далее, сохранить поэтические школы, сохранить традиции дохристианского образования. То, что в континентальной Европе было во многом утрачено. А в Ирландии это сохранилось. И это, на мой взгляд, ну и также не только это мой взгляд, это, в общем-то, и позиция Грин, которую я в этом смысле разделяю. Что вот это вот такая позиция Колумб-Килле, такое его отношение к дохристианским культурным традициям привело к тому, что они сохранились. Был получен некий синергетический эффект из крестьянской культуры. И в 7-8 веках Ирландия стала одной из наиболее развитых в плане культуры, образования регионов Европы. И, кстати, до нас дошло приличное количество письменных источников того времени. Вот 7-8-9 веков, что, в общем-то, редкость. А вот в Ирландии они существуют. Так что вот он оказал влияние в плане такого развития Ирландии, пожалуй, не меньше, чем Святой Патрик. Значит, Колумб-Килле умер в монастыре Айона 9 июня 597 года в возрасте 75 лет. В последующие столетия этот монастырь процветает. Как я уже говорил, это главный центр Ирландской церкви на несколько столетий. В выпусках об истории Англии мы его упоминали. Например, в первой половине 7 века король Нортумбри Освальд. Еще в изгнании, до того, как стать королем, он жил на острове Айона. Когда он вернулся и получил трон Нортумбрии, он как раз призвал деятелей Ирландской церкви с монастыря Айона для христианизации Нортумбрии. Там было несколько епископов как раз из Айоны. Они основали кафедру в Линдисфарне. Это вот северная кафедра в Англии. Вот Айдан был такой епископ, который происходил из Айоны, возглавил кафедру Линдисфарне и потом его два преемника. Но к середине 7 века влияние Ирландской церкви в англо-саксонских королевствах усилилось. А потом ослабло. Все-таки там английская церковь, подчиненная Риму, она возобладала. Мы об этом говорили, о причинах, о конфликтах, спорах. Но тем не менее, за время, когда Ирландская церковь была сильна, то есть это первая половина 7 века в Англии, то ее монастыри были основаны по всей территории англо-саксонской Англии, вплоть до самого юга, то есть до Сассекса. Значит, сам же монастырь Айона в 7-8 век это его расцвет. Затем он приходит в упадок во времена набегов в викингах, то есть в 9 веке. Аббаты-преемники Колумб-Килле перебираются в более безопасные монастыри. Да, там сохраняется вот эта вот духовная такая империя, когда Аббат управлял целым рядом монастырей. Примерно то, что впоследствии мы видим на континенте в виде клинийского движения. Но здесь что-то подобное в меньших масштабах. Ну, Аббат мог жить в одном монастыре, а управлять вот целой этой сетью. И вот эти Аббаты, они переселялись уже не на Айоне, они были в других монастырях, но на Айоне обитель сохранялась где-то до 1202 года. Это время правления Аббата Гилла Криста. Но сам он жил уже в Дерри. Это, кстати говоря, тот самый первый монастырь, который святой Колумб-Килле основал еще в первой половине 6 века. Значит, младшим современником Колумб-Килле был святой Колумб-Бат. Бывает, их путают из-за схожести официальных имен, то есть Колумба и Колумбан. Поэтому я как раз использую ирландское имя Колумб-Килле для святого Колумбы. Колумбан же был монахом и ученым. Он родился в Лейнстере около 540 года. Получил хорошее образование в Ирландии. В зрелом возрасте он с группой других образованных ирландцев. Это где-то между 580 и 615 годами. Немало поездил по королевствам франков. Даже был в королевстве Лангобардов на севере Италии. В выпуске номер 6 первого сезона мы упоминали святого Колумбана в контексте развитости путей сообщения того времени. Ну вот он активно был вовлечен также в политические события времен войны двух королев. Он был при дворе короля Бургуньи Гунтрамна. Получил в дар от него место для основания монастыря. Кстати говоря, епископы Галли были не в восторге от его деятельности. Так как церковные обычаи Ирландии к тому времени уже довольно сильно отличались от континентальных. Это была другая форма танзуры. Это было иное исчисление Пасхи. Ну и ряд других там отличий. Эти два были самыми важными. Значит Колумбан разработал свой монастырский устав. Это была альтернатива уставу святого Бенедикта. Более простой, более сжатый, но довольно строгий. И в 7 веке в ряде европейских монастырей этот устав существовал. Но потом все-таки Бенедиктинский его выяснил. Святой Колумбан умер в 615 году в Италии. В основанном им за год до смерти монастыре в Боббео. Развитие Ирландской церкви в 7-9 веках происходило в контексте дальнейшего обособления от Римской церкви. Но уменьшаются связи Ирландии с континентом. Да и вообще торговые связи по всей Европе приходят в упадок. Церковь становится все более такой монашеской. При этом монастыри не удаляются от мира. Они сохраняют вот такой характер центров на путях сообщения, центров торговли и ремесла, можно сказать. Ну, городов больших нет. Они берут вот на себя такую роль. Они становятся такой интегральной частью общественной системы и очень важной частью. А епископы и аббаты в такой социальной структуре занимают места наравне с королями. Ну, конечно, не верховным королем, но там королей туаты, королей нескольких туат. Зачастую это, кстати говоря, родственники, то есть и аббаты, и епископы из королевских домов. И, ну, большой разницы между там вот этими королями мелкими и теми же епископами и аббатами. Нет, это все вот один круг людей. Церковь становится своего рода второй ветвью власти. То есть, вот светская власть королевская и церковная. Они идут вровень. Иногда доходило до того, что монастыри участвовали в междоусобных войнах и даже воевали друг с другом. Но, тем не менее, в первую очередь все-таки монастыри были центрами обучения и сохранения культуры. Что в 7-8 веках для Ирландии, наверное, являлось основополагающим. Это вот такая важнейшая черта ирландской церкви в то время, что это был такой центр культуры, самый продвинутый в тогдашней Европе. Что касается епископов, то их роль в Ирландии была, конечно, гораздо меньше, чем в римской церкви. То есть, по римской церкви, однозначно, это такие лица более высокого ранга, чем аббаты. А в Ирландии, ну, нет. Возможно, это объясняется тем, что вот римская церковь, она свою структуру диоцезов наследовала от Римской империи. Где диоцезы были административными регионами и довольно большими регионами. И центрами их были крупные города. Епископов было не так много. И они были значительными людьми, действительно, лидерами больших общин. Мы говорили о структуре римской империи, напомню, в самом первом выпуске первого сезона. Значит, в Ирландии территориальное отделение было совсем другим. Там было множество туат. Вот мы говорили от 100 до 150 туат. Мелкие королевства, мелкие общины. Городов практически не было. А в то же время туаты были довольно самостоятельными единицами. И, по всей видимости, уже к 8 веку в каждой туате был свой собственный епископ. То есть, епископов было много. Они не возглавляли большие, крупные городские общины. Ну и, соответственно, их роль, она была не очень велика. И она была сравнима с ролью королей туаты. То есть, это вот люди одного, как бы можно сказать, уровня. А аббаты крупных монастырей, они могли быть гораздо более влиятельными. Потому что таких крупных монастырей, ну, их было, наверное, меньше, чем туат по всей стране. Ну и в завершение еще приведу один интересный факт. Грин пишет в своей книге, что в истории Мунстера было 4 короля Клирика. То есть, человека, которые одновременно были духовными лицами и занимали трон вот этого регионального королевства. Со столицы Алькаши. Значит, я так и не смог найти, кто же был первым из них. Ну, возможно, вот вы это найдете, но я не могу сказать, кто был первым. А вторым Грин явно указывает, что вторым таким королем-клириком был Фейдли Мит. Мы уже упоминали этого короля. Он правил между 820 и 846 годами. Это вот тот самый король Мунстера, который бросил вызов дому Иньел в борьбе за власть верховного короля в Таре. Вот такой впервые за там очень много столетий. Человек, который боролся за то, чтобы быть верховным королем не из дома Иньел. Так вот, этот Фейдли Мит был также аббатом в Клонферте и в Корте. Кроме того, что он потом стал королем. Затем, в начале следующего столетия, в 902-908 годах, в Мунстере правил знаменитый король-епископ Кормак, о котором мы говорили в выпуске номер 18. Епископом он был до того, как стать королем. То есть сначала епископ, а потом его избрали королем. А четвертым королем-клириком был преемник Кормака, следующий король Флайт-Бертах. Он был до того аббатом монастыря Инис-Катайк. И, кстати, интересно, что этот Флайт-Бертах не был из дома Эоганахты. Опять же, впервые за много столетий на трон в Кэшеле сел человек не из этого дома. Но, тем не менее, хотя правление Флайт-Бертаха было довольно долгим, он правил с 908 по 944 год, но правление было безрадостным и довольно неудачным. Это время упадка Мунстера, время, когда его терзают на беде викингов. Ну и, в конце концов, к 944 году очень мало осталось этого королевства. Ну, а там были еще несколько королей, мы об этом говорили, при которых Мунстер вообще пришел уже в окончательный упадок до того, как там сменилась династия и стал править Брайан Бор. Вот, в общем-то, все, что я хотел рассказать об истории Ирландской церкви. Также это заключительный эпизод третьего сезона. Подводя итог этому сезону, можно сказать, что мы очень мало знаем об истории Британских островов, в особенности об истории Ирландии, Шотландии и Уэльса. Ну и об истории до Нормандской Англии тоже очень немного. Мы больше знаем уже после Вильгельма Завоевателя, что происходило, когда Англия вошла в контекст европейской такой истории. Но эта тема, как вы видите, крайне интересная, очень необычная. Если там до Нормандская Англия, англосаксонские королевства, еще так более-менее что-то привычно, то когда мы уходим в кельтский мир, и в Уэльс, и в Шотландию, и в Ирландию, мы встречаем совершенно другие принципы организации общества, какие-то такие древние традиции, которые больше нигде не сохранились. Это такой свой мир, ну, довольно сложный источник. Мало, очень замкнутый мир между собой, эти регионы связаны, но с остальной частью Европы они очень мало были связаны, довольно изолированный мирок. Ну, поэтому мне кажется, что вот эта часть цикла, она позволила хотя бы в какой-то мере осветить те аспекты европейской истории, которые практически не освещаются больше нигде, и о чем мало говорится. Да, это очень маленькое влияние оказало, в отличие от тех событий, которые параллельно происходили в францких королевствах, в меньшей степени в королевствах Вестготов и Лангопатах, но вот то, что было на континенте, это фундамент европейской цивилизации, это действительно основополагающий период времени для всех последующих столетий. И мы вот живем на этом фундаменте до сих пор. То, что происходило на территории британских островов до нормандского завоевания, ну, это в довольно незначительной степени прошло последующие столетия, и скорее это представляет интерес такой чисто теоретический, как было там, что было и что утрачено навсегда. Это очень интересные вещи, но они оказали мало влияния на нашу современную жизнь. Так что завершили мы обзор истории британских островов в раннем и высоком средневековье. Следующий сезон я вижу, это история Иберийского полуострова, Испания, Португалия нынешняя. Там, мне кажется, тоже есть довольно много чего интересного, о чем не очень так сильно много информации, но посмотрим. А я же с вами на этом прощаюсь, хотя перед этим я напомню, у меня есть страничка на сайте patreon.com, касая VAL, подчеркивание, KHO, KHO, присоединяйтесь к моему сообществу, подписывайтесь на мой канал YouTube, а в большинстве случаев я хочу поздравить вас с наступающими, может быть уже к моменту выхода, выпусков и наступившими праздниками, с новым 2022 годом и с Рождеством Христовым. Так что увидимся уже, услышимся в следующем году. Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok